Всем привет, продолжаем изучать мифы Борей. В греческой мифологии олицетворения современного бурного ветра вы упоминали Теогоне, Илиаде и Одиссеи. У римлян он был известен как Аквилон. Борей был сыном Астрея, это бог звездного неба, и Эос, богиней утренней зари, братом Зефира, Эвро и Нот. Изображался крылатым длинноволосым, бородатым, могучим божеством. Фракия считалась обиталищем Борея. Борей похитил дочь афинянского царя Арифтея Арифию, родившую ему четырех детей, Зета и Клоида, которые участвовали в походе аргонавтов, а также дочерей Хиону и Клеопатру. Считался родственником Афинян. Мог превращаться в жеребца с темной гривой. От брака с Гарпией, это полуженщина-полуптица, у него родились кони Асанов и Поддарка, которые впоследствии были преподнесены Эрихтею в качестве выкупа за Арифию. Вот Клавдий Лиан, это древнеримский писатель и философ, представитель так называемой второй софистики, писал по-гречески. Пишет, что когда сиракузский тиран Дионисий Старший вел военные действия против города Фурии в Лукании, то направил туда 300 кораблей, однако налетел северный ветер, разбил корабли и лишил его таким образом флота. В благодарность за свое спасение жители Фурии принесли Борею жертв, постановились считать согражданином, выделили ему дом с участком земли и стали ежегодно управлять в его честь праздник. В античные времена ложем Борея называли потухший вулкан Брус, его жилище называли Седьмидомным Грод. Сюжет похищения Борея Марифии украшает фронтон храма Афинян в Делосе, часто встречается в росписи УАЗ. В живописи этот сюжет можно встретить на картинах Ханнибали Карачи, Рубенса, Лебреяна, Бушея, можно найти на картине Бокаччи и Весна. В 1763 году французский композитор Ромо написал свою последнюю оперу Бариады на сюжет, связанный с Бореем и его сыновьями. Все, всем пока, всем привет, до свидания, я пользовался Википедией. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok